Здравствуйте! Продолжение следует... 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 Погудина, в общем-то, фамилия такая, которую можно перевести на современный русский язык, как «поющие», поскольку «Погудка» — это песня. Для меня достаточно знать только то, что эта фамилия возникла из прозвища, которую получил какой-то человек или какая-то семья. Давно-давно-давно люди эти пели очень много еще столетий назад. Говорю это не без оснований, поскольку много у меня хороших друзей, есть друзья, которые историки с громадным тоже стажем работы. И вот замечательный совершенно человек Алла Александровна Севастьянова, она доктор исторических наук, профессор Рязанского университета. Дело в том, что мамины, мамины отец из Рязани, а вот по отцовской линии они мне просто стали помогать, разыскивать предков. Меня это всегда интересовало. Да, еще должен сказать, что все мои предки, они есть крестьян, что по материнской, что по отцовской линии. По отцовской линии вот сейчас добрались до начала XVIII века, это точные совершенно вещи. В 1628, по-моему, году находятся первые погудины в Вятской, ну тогда не губернии, я не знаю, Вятской земле. Упоминаются они в первый раз в связи с высылкой из какого-то города, деревни, в которой они уже дальше. И жили в основном. Высылка эта произошла в связи с профессиональной деятельностью, за скоморошество. А первый указ по поводу выселения скоморохов из городов и волостей в маленькие деревни в связи с их деятельностью, причем там так и написано, выселить, чтобы не пели. Это еще не много, не мало Василий III. К чему я все это сейчас рассказываю? Не только к тому, чтобы пробудить интерес у тех, кто может искать, 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 откуда мы вышли, а ведь на самом деле, знаете, если бы предков не выслали в связи с их профессиональной деятельностью, и они не получили бы запрещение петь, то можно насчитать несколько столетий одной и той же профессии. Но, во всяком случае, таланту уже несколько веков. Но еще и потому, что я ведь начал петь очень рано. Я много об этом говорил, и знаете, вот линия жизни. Я не стал бы говорить о линии жизни, я мог бы сказать о направлении жизни, поскольку все-таки лет не так много, и событий, я надеюсь, хотя событий было много, но, надеюсь, что будет еще больше в каком-то будущем, если Господь его даст. Так вот, начал петь я очень маленьким человеком, и, в принципе, еще когда не очень четко разговаривал, довольно четко интонировал, есть у родителей записи, когда я пою совсем крохой, там, не знаю, два-два с половиной года. И потом уже как бы такая более-менее условно, но все-таки профессиональная певческая деятельность, это детский хор Ленинградского радио телевидения, где я был солистом уже с девяти лет, а это, собственно говоря, большие площадки, это и большой концертный зал Октябрьский, в котором мы сейчас выступаем в Петербурге, четыре тысячи мест, это и большой зал Ленинградской тогда филармонии, в которой я пел впервые десятилетним ребенком, это и первые гастроли и по Советскому Союзу, и за границу тогда, в Германию, в Восточную. То есть это можно даже первый гонорар, собственно говоря, получил в десять лет за пение. То есть профессиональный стаж у меня певческий тоже гигантский. Тем не менее, еще совсем маленьким человеком, и вплоть до сих пор, я чувствовал всегда право, право петь, что мне хочется, так, как мне кажется нужным это делать. Когда мне задавали в прямой эти вопросы, особенно когда я был совсем молодым человеком, ну там 20 лет, 18 лет было, когда я впервые вышел на сцену с романсами, какое у тебя право вот это петь? А откуда ты знаешь, что это должно быть так? Мне было трудно ответить, сейчас я знаю, почему. Несколько столетий поющих людей за мною там. Собственно говоря, талант. Талант, он был абсолютно явный. Вот было понятно, что этот маленький еще совсем человек, он может петь. Петь так, что он может застыть разговор любой. Может иногда, простите за такую патетику, застыть воздух, в том смысле, что действительно все вокруг замирало, когда еще маленьким пел какие-то песни. Причем, но вплоть до «Гори, горе, моя звезда», то есть «Умру ли я, ты над могилой, горе, сея, моя звезда», я пел еще десяти лет не было от роду. Вот, это природа. Это природа, и когда об этом говоришь и думаешь всерьез, понимаешь в конечном итоге, что при таком выраженном таланте ты должен ему просто соответствовать. Все остальное прилагается к нему. И добро, если тебе удалось выбрать эту дорогу и правильно с ней совпасть, и как-то более-менее, более-менее достойно по ней идти. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Я назову педагогов. Я должен, обязательно должен вспомнить сейчас Наталью Георгиевну Соловьеву, педагога по танцу. Вот все, что у меня чуть-чуть иногда проявляется на сцене, хоть в каком-то виде, в несовершенном или вдруг в удачном, в хорошем в плане пластики, это ее заслуга. Она потрясающая совершенно была педагога, жива до сих пор, но не преподает, насколько я понимаю, в последнее время. Работала она в театре-миниатюру Аркадия Райкина, в том числе, помимо того, что была танцовщицей в свое время, потом актрисой. Она обладала совершенно потрясающими знаниями, как, собственно, в самой хореографии, так и в области театра. Ну и, конечно, о педагогах по вокалу. Первым педагогом, если не говорить о детском хоре, хотя я должен о нем упомянуть, хотя бы вскользь, первым опытом постановки голоса, пусть еще детского, даже не столько постановки голоса, сколько обучения пению, это Юрий Михайлович Славницкий, руководитель детского хора Ленинградского радиотелевидения, тоже уже покойный ныне, который воспитал не знаю сколько поколений, хорошо обученных поющих людей, из них несколько певцов. Это, в общем-то, еще в детстве знакомство, естественно, и с советской песенной, хорошей лирикой того времени, но и с серьезной музыкой, от Бортнянского, Львова, всех русских композиторов, и Глинки, и Балакирева, и Драгомышского, также Вивальди, и даже Баха, и знакомство действенное. Пение в хоре вообще это фантастическое воспитание, и вот я не получил, не знаю, образование консерваторского, образование достаточного для того, как мне бы сейчас хотелось быть образованным. Но в пении я разбираюсь очень хорошо, в том числе и в ансамблемом пении, и может быть способность организовывать вокруг себя людей, которые музыкально гораздо больше у меня образованы и опытны. Может быть, это вот еще оттуда, из детского хора, когда я сталкивался с великим материалом под руководством великих людей, а был еще при этом ребенком. Пусть всегда будет солнце, Пусть всегда будет небо, Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду я, Ну и, конечно, потом театральный институт, и коротко театр, который очень организовывает. Вообще актеру хорошо бы быть организованным, потому что талантливые люди, особенно люди, которым необходимо проживать несколько жизней в совершенно разных обстоятельствах, они не всегда могут отвечать всерьез за все, что делают. Мне приходится, я на сцене один. Ну, естественно, с великолепной поддержкой великолепных музыкантов, но с точки зрения общения с публикой, с точки зрения партнерской работы с залом, с точки зрения философии, мысли, режиссуры, наконец, это все моя обязанность, но и моя счастливая свобода. Вот скажите мне сейчас, Олег, хочешь ли ты пойти в театр? Я тысячу раз подумаю. Отдать свою свободу в руки кого-то другого, режиссера, для меня это мука. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . . . Спасибо. . . . . . Например, Анастасия ПЕСНЯ 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 Спасибо. Вертинский Вертинский ПЕСНЯ Мои собственные ПЕСНЯ 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 АПЛОДИСМЕНТО ПЕСНЯ 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 Олег Евгеньевич, как на артиста, музыканта, так и на человека? Я не был знаком с Блатом Шаловичем. Сейчас я хорошо знаком, в общем, дружен с Ольгой Владимировной Акуджавой. Но я же, в общем, я петербуржец. В Москву я стал приезжать часто в конце 90-х годов, а отчасти поселился здесь, теперь я живу на два города, уже в 2000-х. С Акуджавой мне встретиться не довелось, но оказало на меня влияние колоссальное, вообще мало с чем сравнимое, потому что родители, которые учились здесь, в Москве, в МОТУ имени Баумана, они обожали Акуджаву. То есть, соответственно, записи Акуджавы, а помимо Акуджавы Высоцкого, Новеллы Матвеевой, Городницкого, всех-всех, кого только можно на то время вспомнить, они дома были, но Акуджав был особо любимый. Я не знаю, есть какое-то особое сродство с Акуджавой, сродство мелодическое. Я еще совсем маленьким ребенком, я все эти песни, которые я сейчас исполняю, я пел их еще, не знаю, 7, 8, 9, 10 лет от роду. Так вот, эти песни, я думаю, что они на самом деле меня в каком-то смысле воспитали. Романтическое отношение к жизни, если говорить, это в первую очередь из Акуджавы. Я спорил много, кто-то считает Акуджаву великим поэтом, и я к ним присоединяюсь. Кто-то считает Акуджаву поэтом незначительным, я с такими людьми много спорил, и даже, ну, до хрипоты, чуть не до драки. Но у меня есть чем мотивировать свое отношение. Если бы человек сказал неопронзительные слова, мелодия возвышенная, это было бы банально. Когда поэт пишет, а мелодия почти что возвышенная, вот эта мягкая, потрясающая, чудесная ирония делает это произведение из маленькой песенки, которая слышится из окошка, делает ее гимном. Гимном счастливому, настоящему отношению к жизни. Вот что еще счастье, на самом деле, в песнях Акуджавы, у него есть и трагические песни. Он прошел трагические моменты в жизни своей, он видел войну, он воевал. Никогда не побеждает смерть. Никогда. Вранье, что я в поле остался, назначь мне свидание, Анастасия. Когда я пою этот текст, может быть, ну, знаете, я действительно подхожу к материалу как поэт. Вранье, что я в поле остался, назначь мне свидание, я воскресну, я приду. И мы все еще молодые, и крылья у нас золотые. Это потрясающе. Я, наверное, вы знаете, именно так получилось из-за того, что родители это любили, из-за того, что я это постоянно слушал, я воспитанным в эстетике Акуджавы. Она чудесная. О всем, чем угодно. О самом великом, о самом громадном. Можно говорить просто. Имею право. Почему? Потому что я человек, у меня есть сердце, я люблю. Все. Ну, вот это Акуджаве. Скажите, пожалуйста, Олег, какая песня или романс наиболее точно отражает вас, вашу философию жизни? Наверное. Наверное, Григорий, моя звезда. Есть одна тонкость. Это романс все-таки не любовный, он философский. Хотя для меня это именно моя жизнь, это близко мне. Но трудно все-таки сказать одним романсом. Вот есть песня на стихе, кстати, Акуджавы, которая, наверное, определила бы мое отношение к жизни и мое отношение к творчеству. И наиболее точно меня бы предъявила, если бы мне сказали, вот единственная песня, чтобы тебе все расскажут, это «Любовь и разлука». Вот. Но мне трудно ответить на этот вопрос. Я, простите, пожалуйста, секундочку. В репертуаре у меня несколько сотен произведений, в активном репертуаре. И, в принципе, нет ни одного произведения, которое бы я не любил. Конечно, не все они полностью меня предъявляют, но несколько десятков точно. Спасибо. Гори, гори, моя звезда. Гори, звезда приветная, Ты у меня одна советная, Другой не будет никогда. Звезда надежды благодатная, Звезда любви. Ты будешь вечно незакатная, Другой не будет никогда. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ 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 Спасибо. Олег Евгеньевич, в народе говорят, если хочешь насмешить Бога, расскажи о своих планах. Расскажите, что нам ожидать в будущих, нам, как ваших почитателей вашего таланта? Спасибо. Вопрос, на самом деле, непростой. Я не хотел бы смешить Бога, будучи человеком религиозным, убеждён и по своей, собственно говоря, жизни в этом убеждаюсь беспрерывно. Мы существуем по воле Божией, мы можем ей либо сопротивляться, либо ей следовать. Я хотел бы петь столько, сколько Бог даст. Петь на сцене. Каких-то свершений кардинальных, каких-то исключительных новостей я прошу не ожидать. Потому что та дорога, которая вот в этом смысле линия жизни, она уже устоявшаяся. Я с наслаждением выхожу на сцену. Каждый раз, когда я выхожу на сцену, я благодарю Бога за то, что я могу это сделать. Я люблю тех, кто приходит меня послушать, я люблю их искренне от всего сердца. Что могло бы вдруг как-то кардинально измениться, это если говорить о крупной форме, если говорить о театре. Но. Вот тут, видимо, может быть и воля Божия не совпадает с моими такими рассуждениями и желаниями. Потому что с течением времени и в нынешнем времени все труднее и труднее заниматься театральным делом и оставаться при этом независимым творчески. Потому что слишком много поплотных обстоятельств чисто такого бытового плана, который вынуждает тебя отдавать силы не на творчество. Не знаю, если будет вдруг какое-то предложение, сам я пока просто... Я знаю, я понимаю, что я не в состоянии сам организовать сейчас театр и что-то в этом смысле делать и предъявить серьезное. Если будет какое-то существенное предложение, то я бы, наверное, от него не отказался. Но пока такого нет, и, в общем-то, я комфортно себя чувствую без этих предложений. Во всем остальном, я человек... Вот это... Кстати, счастье быть традиционным человеком. Счастье. С традиционными ценностями, с традиционным миропониманием. Если в этом смысле линия жизни моей продолжится, и даже если она так закончится, я буду считать себя абсолютно счастливым человеком. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТЫ